Госавтоинспекторы запускают социальную акцию «Помоги маленькому пешеходу». Если вы оказались на одном пешеходном переходе с ребенком, то проявите участие, помогите ему. На подробности об этой акции узнаем у наших гостей, инспектора по пропаганде ОГИБДД Ольги Беляцкой и также участников отряда юных инспекторов дорожного движения Анастасии Токаревой и Кирилла Лозинского. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее об этой акции. Это акция, придуманная госавтоинспекцией. Мы изготовили такие нехитростные таблички, на которых указаны взрослые, сопровождающие ребенка, и они указывают на то, чтобы каждый взрослый, подходя к пешеходному переходу, помог юному участнику дорожного движения либо перейти, возможно, ребенок сомневается, не знает правила дорожного движения, а может быть, он нарушает правила. В этом случае он должен как-то сделать замечание ребенку. И такие таблички мы устанавливали на пешеходных переходах города около образовательных учреждений. Нам помогали юные инспектора дорожного движения, а именно 21-й школы. Мы делали такие таблички около их школы. Пешеходный переход находится на Ладоке-Схавеле. И уже неделю наши таблички там висят, помогают маленьким участникам дорожного движения переходить дорогу. Вообще мы заметили, что очень много дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит в присутствии на глазах у взрослых. Соответственно, бывают случаи, когда взрослые даже предотвращали дорожно-транспортные происшествия, когда помогали ребенку. Может быть, кто-то быстренько откинул ребенка от автомобиля. Были случаи, когда старшая сестра у нас помогала своей сестре именно избежать дорожно-транспортного происшествия и сама попала под колеса автомобиля. Но девочку она, свою сестренку, защитила. И в современном обществе вообще сейчас такая тенденция существует, что у нас оно немножко стало безразличным к проблемам каким-то других людей. Соответственно, каждый живет по каким-то таким правилам, что делайте, что хотите, только меня не трогайте. Мы хотим немножко это поменять, потому что я лично со своего детства помню, что на любой плохой поступок находился рядом тот взрослый, который делал мне замечание. Хочется сделать так же, чтобы на какие-то нарушения люди реагировали. Или если ребенок сомневается, они ему помогали. Соответственно, на это направлена наша акция. Получается, и взрослый тоже должен хорошо знать правила дорожного движения? Обязательно. И, между прочим, когда взрослые показывают своим примером, показывают своим правильным поведением на дороге, детям, как нужно себя вести, это тоже своеобразная помощь ребенку обязательно соблюдать самому правила дорожного движения. Как вообще взрослые реагируют? Ну вот давайте нам ребята расскажут. У нас на пешеходном переходе их школы установлены знаки. Вообще пользуется спросом ли этот знак, как реагируют взрослые? Взрослые реагируют очень хорошо. Они маленькие пешеходным, если он, ну, маленький ребенок, не знают правила дорожного движения, он подходит, помогает перейти дорогу и объясняет, что прежде чем перейти, надо внимательно посмотреть, не остановился ли транспортное средство. А какие вообще нарушения уже были, вы видели на ваших глазах, либо, допустим, предотвращение нарушения, какие правила нарушали? Были правила нарушены, как раз, когда мы устанавливали эти знаки, мы собирались перейти дорогу, и машина резко перед нами на красный свет переехала, пешеходный переход. Никто не пострадал, это очень хорошо. А много вообще, вы так заметили, что прям взрослые обращают внимание на знак, прям подходят, интересуются и прям помогают? Были, ну, не совсем уж хорошо, потому что мало взрослых и детей, которые переходили нерегулируемый пешеходный переход. Ну, при нас интересовались. Допустим, когда мы устанавливали знаки, подходили взрослые, ребята им объясняли, о чем говорит этот знак, и, в принципе, так позитивно все восприняли, очень такая добрая и хорошая акция. И, причем, мы призываем вообще все школы города к тому, чтобы каждый устанавливал около своих образовательных учреждений аналогичные знаки, которые будут дополнительно взрослым указывать на маленьких участников дорожного движения. А у вас, получается, никакого плана, скажем так, по установкам нет? Это вот именно вы рассчитываете на школу, скажем так, их призываете? Призываем школы потому, что у них на пешеходных переходах ходит очень много детей, поэтому это дополнительный знак, это очень удобно. Но они должны самостоятельно, либо, допустим, обращаться? Они самостоятельно. Мы изготовили также эти таблички самостоятельно, ничего здесь сложного нет, и каждая школа может сделать абсолютно так же. Сейчас несколько школ уже сделали такие таблички, установили на своих пешеходных переходах. Но пока результаты ждем, чтобы, собственно, помогло, не помогло у них это. Кирилл, скажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь участником этого события? Тебе нравится? Ну, мне очень нравится. Ну, то есть все начали друг другу помогать вот на дорогах. Ну, то есть... Ты считаешь, это полезно? Это нужно? Да, потому что взрослые люди начнут замечать маленьких пешеходов и помогать им, ну, то есть тем, кто не знает правила дорожного движения, ну, или его нарушают. А ты сам знаешь хорошо правила дорожного движения? Учишь их? Да, я участвовал в конкурсах в разных... Ну, то есть мы в прошлом классе участвовали в акции «Заспетись». Ну, то есть мы раздавали возле нашей школы флайеры, чтобы взрослые и родители купили своему ребенку спетоотражатель. Ну, ты считаешь, что взрослые должны помогать детям? Очень. Хорошо. Это здорово. Да, спасибо большое. Напомню еще раз всех, запускается... Запустилась уже, вернее, социальная акция «Помоги маленькому пешеходу». О ней подробнее рассказала Ольга Беляцкая, инспектора по пропаганде ОГИ БДД, и участники отряда юных инспекторов дорожного движения Анастасия Токарева, Кирилл Лозинский. И спасибо вам большое, что рассказали все. И призываем также и школы, и всех взрослых, в том числе, участвовать в такой замечательной социальной акции. Спасибо вам большое. Продолжайте, вам большой удачи. Спасибо.